Hi, Nicholas. I don't work with my clients today, but I make some video in my YouTube channel. Sorry, my English is not nice. I learned English. Ой, всем привет! Вы знаете, я пересмотрела за последнее время такое большое количество разных видеороликов на YouTube, и у меня есть в голове приветствие от Даши Дружи. Всем привет, ребята, с вами я Даша Дружи! У меня есть в голове приветствие от Егора Андрюшина. Сапис дубля, всем привет! Добро пожаловать на мой неистовый канал, с вами Егор Андрюшин. Короче, у меня много всего в голове, и у меня нет как будто своего собственного приветствия, потому что мне промыли мозги приветствия других блогеров. Что мне делать? Давайте придумаем приветствие мне. Всем привет, меня зовут Снежа, добро пожаловать на мой канал. Мне нужна какая-то фирменная фразочка Ладно, ребята, пишите А мы потом устроим супер-ультра челлендж Я буду читать все ваши приветствия Которые вам зайдут, то мы и выберем Представляете? Сегодня вообще необычное видео Во-первых, у меня новый цвет волос Посмотрите на него Я похожа на драгонфрут А может быть, я похожа на мороженое Почемучка На кого я похожа? На кого ты похожа? Мне написали, что я похожа уже и на Дашу Граф И на Дашу Друже Нет, я похожа на снежанчика-баклажанчика Только не баклажанчика, а драгонфрукчика И что же я буду сделать сегодня? Я буду пить сейчас кофе от ребят из Кофикс Друзья из Кофикс Ребята, может быть, вы подарите мне парочку кофейных напитков За то, что вы попали ко мне в кадр Потому что ребята из магазина Подружка Никак не отреагировали на мое видео Которое мы сняли для них практически Ну и ладно Что мы будем делать? Мы будем проходить тест Знаете какой? Кто мой биас? Два теста И я узнаю, кто же мой биас Из BTS и EXO В общем, мне нравится кей-поп Army, вы здесь? Ну, давай я просто вам хочу честно сказать Я не знаю, по какой причине Аниме и кей-поп обошли меня стороной Я не знаю, по какой причине Это непростительно Сука Но мне с детства нравилось аниме Мне с детства нравились всякие штучки такие Я понимаю, что это просто прошло мимо меня Просто потому что я работала Где-то училась Где-то занималась какими-то другими делами И когда я сейчас начинаю в это все въезжать Мне начинает это нравиться Но я, наверное, похожа на какую-то взрослую тетку Которая... Нет, пока... Ну, Катрин машет головой, что нет Просто, понимаете, мне это уже, ну, как бы, там, 29 лет скоро будет Представьте, если ваша училка по-русскому решила вникнуть в мир аниме И, не знаю, в кей-поп И она такая Ну, как будто это смешно выглядит На самом деле, это нормальная ситуация Когда люди не знают какую-то тему Потом в нее погружаются и начинают фанатеть Короче, я начинаю думать о том Что я просто сейчас потихонечку буду смотреть аниме Вникать во всякие штуки Потому что вот по рекомендации Катрины Я посмотрела на карантине Битву Титанов Меня она очень впечатлила Я, конечно, пока выбираю какой-нибудь сериал, который я посмотрю Может быть, конечно, это будет Что там у нас у Катрин в топе? One Piece? Да, может быть, я посмотрю One Piece Может быть, у нее устроить челлендж? 24 часа смотрю аниме Видите, как я хорошо отвлеклась? Сейчас я еще сделаю глоток Тест! Кто твой Биас? Биас это странный предмет Не ты его выбрал, а он тебя Твое вдохновение это Истории реальных людей Танцы, книги, фанфики, журналы, театр, фильмы, фотокартины, музыка, клипы Твое вдохновение это Господи, что мое вдохновение Пусть будет истории реальных людей Твой любимый напиток это Клубничный сок, вода, кофе, смузи, чай Люблю все напитки Черничный сок? Что делать здесь черничный сок? Так, ладно, хорошо Мой любимый напиток Пусть будет кофе Твой стиль в одежде это Микс из всех стилей Стрит-стайл Нет определенного стиля Только белый, только черный, только бренд Мне пришла зарплата с ютуба 22 сентября, день зарплаты ютуберов Ура! Микс из всех стилей Пусть будет микс из всех стилей В другом человеке тебе цепляет Руки, глаза, губы Улыбка, аромат, душа А типа человек не может цеплять Чем-то более большим Или маленьким У всех по-разному как бы тут Как бы размер не главное Блин, пусть будет душа Ты постоянный человек? Иногда я человек Иногда я летучая мышь А иногда я кошка Или вица Поэтому, конечно, я постоянный человек Важна ли для тебя внешняя красота? Ну, я важна, важна Своё время ты любишь бездумно тратить Гламотно, грамотно распределять Грамотно распределять Поэтому я прохожу этот тест Ты уже нашла? Нашёл биаса? Я не понимаю этот вопрос Но здесь очень прикольная картинка Так, нашла ли я своего биаса? Нет, ещё в поисках Подсчёт результатов Упс, что-то пошло не так Твой биас вся семёрка Это невероятно Но иначе и быть не может Как же возможно выбрать кого-то одного? Выдохни, это нормально Биас, неделька, тоже биас Ладно, хорошо, хорошо Я согласна Я как белоснежка и семь гномов Только что не их Ну, только они Хотя, может быть, они ниже меня А может быть, нет Кто же твоя половинка в Иксо? Я первый раз вижу, как пишется Иксо Ага, здесь надо больше читать Отлично Представь, что исполнилась твоя заветная мечта И ты оказался в Южной Корее Сейчас, сейчас, подождите Я представлю себе Ну, хорошо Я очень хорошо представила себе И вот однажды На очередной прогулке по Сеулу С друзьями Вы решили закупиться вкусняшками Я в моих мечтах Я одна приехала, если что В Южную Корею И нет у меня друзей Ну, ладно, хорошо Друзья Друзья С вами Мы с вами вот зашли В магазин пошла ты Так как Проиграла в Камень-ножица-бумага Кто играет в Камень-ножица-бумага Перед тем, как пойти в магазин? Давайте купим вкусняшек Давайте Кто пойдет в магазин? Давайте Камень-ножица-бумага Раз, два, три О, придется мне идти я самой А вы просто идите на улице, чтобы что? Кто платит за всех, что ли? Я проиграла в спор И я должна за всех заплатить Я ничего не понимаю Я проиграла в Камень-ножица-бумага А остальных сдали тебе на стоянке И вот, накупив всякой всячины, ты идешь в машину. В какую машину? На стоянке. Мне кажется, что мои друзья проститутки, потому что они стерегли наше место, где мы зарабатываем деньги в Сеуле. И вот они словили тачку с нашим клиентом, и я, накупив вкусняшек, пошла в машину. Понимаете, да? Очень интересный тест. Открыв дверь, на переднем сиденье ты закидываешь пакет с едой на колени парня. В лицо ты не заглядывалась, так как думала, что это твои друзья. Господи, какой бред! Просто, типа, на пакет! Ты мой друг, я знаю! Типа, даже в лицо не буду тебя смотреть. Как это может произойти вообще? Я вообще не могу в своей жизни представить ситуацию, когда я открываю дверь машины, кидаю пакет на колени какому-то человеку, несмотря ему в лицо. Все, дело сделано. Магазин ограблен. Теперь можно и валить. Сказала ты, и замерла в изумлении. В машине сидели не твои друзья, а группа Иксо. И смотрели на тебя как на сумасшедшую. Так вот и познакомились. А потом и лучшими друзьями стали. Но затем ты стала встречаться. С кем? Где мои подружки-проститутки? Я ничего не поняла. Куда они делись? Почему целая машина группы Иксо, и я типа села к ним в машину, бросила своих друзей, которые стояли на стоянке? Я ничего не понимаю. Вопрос первый. Вернемся к истории из описания. Что бы ты сказала, когда обнаружила Иксо в машине? Ты бы начала тереть глаза, чтобы проверить, не спишь ли ты. А вы что здесь делаете? Я адекватный человек, поэтому просто извинилась. Вы кто? Упала в уморок. Прошептала, да ну нафиг. На что уставились? Я же сказала, что можно ехать. Просто выбежала из машины. Молчала бы с тех пор, пока с тобой первыми не заговорят. Я адекватный человек, поэтому просто бы извинилась. Понятно? Вопрос два. Кто по-твоему ходячий мем в Иксо? Очень интересно, потому что я не знаю никого из Иксо. Ну, видимо, этот тест должны проходить те, кто хотя бы знает имена. Поэтому вот тут есть разные варианты, и я буду, наверное, следовать своей интуиции. Да, хорошо? Ну, просто я же не знаю, как это выглядит. Чену стоило лишь включить кнопку динозавра, и приз был бы у него. Бэкхён рассказал пару историй, случившихся в общежитии. А когда начал говорить про нос Сихуна, то ему вручили кубок победителя за наблюдательность, даже зная, что это совсем другая номинация. Милый медвежонок Кай забирает кубок победителя. Я абсолютно не понимаю, это типа, что? Про что речь? Я не врубаюсь. Милый медвежонок Кай забирает кубок победителя, потому что даже если секс и танец не относятся к этому, то ему всё равно отдадут приз. Я не понимаю, Катрин на заднем плане сейчас умрёт от смеха? Это какие-то настоящие ситуации? Или это вы, думаю? Я ничего не понимаю. Но вообще-то Илэй существует. Это недоответочка, единорог, победитель этой номинации. Одна его фраза «Выйди, пожалуйста», готова свалить всех на повал. Сюмин своим Эгьё победил всех и вся. Жюри были очарованы его мимимешностью. Жюри отдали приз Дио без какого-либо конкурса, потому что неизвестно, ведь он просто на них посмотрел. Вы знаете, я буду замиловывать медвежонка Кая, пусть будет так. Твоя реакция на предложение встречаться? Я ненавижу, когда люди предлагают встречаться. Если кто-нибудь из вас мой потенциальный будущий муж, я ненавижу, когда мне предлагают встречаться. Либо оно сверкает в страсти. Но это будет очень странно, если у меня будет страсть с каким-то парнем, а потом он мне скажет что-то из разряда «Я тебя не знаю». Типа «Я же не предлагал тебе встречаться, я просто решил тебя поцеловать и переспать с тобой». И я такая типа «Ох, очень по-взрослому». Так, твоя реакция на предложение встречаться? Весь Инстаграм будет знать об этом событии за 100%. Да. Что? Включить функцию «Ору, пока не охрипну». Нет, не мой вариант. Ничего из перечисленного, ведь я адекватный человек. Мне кажется, адекватный человек, это когда... Это вот этот смайлик, кирпичная морда, вот это каменное лицо. Ты уже знала, что он тебе предложит, потому что недавно видела в его сумке коробочку с парными кольцами. Ты вот иди, ты вот иди. Типа лежит сумка человека, ну допустим, да? Ты заходишь такой, смотришь, сумка лежит. Ты залазишь в эту сумку, смотришь, а там парные кольца. И думаешь, о, он как раз мне, наверное... Это мне? Спасибо! Типа, здорово, здорово. Вот это... А я знала, я видела кольца парные. Давно пора. Ненормативная лексика. У тебя слабое сердце, поэтому ты упала в оморок. Задушишь его в объятиях, действительно. Зачем ему жить после такого предложения? Ты сначала не поверишь и попросишь так больше не шутить. Ну я же адекватный человек. Весь Инстаграм будет знать об этом событии. Твой любимый цвет. Белый, зеленый, все цвета радуги, красный, голубой, черный, розовый, фиолетовый. Фиолетовый мой самый любимый цвет. Хотя все цвета радуги я люблю, но фиолетовый люблю больше всего. Нет, давайте я напишу все цвета радуги. Ладно. На очередных посиделках парни попросили тебя приготовить что-нибудь из русской кухни. Что это будет? Я готовить не умею, поэтому тайно закажу еду из ресторана в своей кухне. Винегрет, борщ, вареники, бутерброды, оливье, пельмешка, селедка под шубу, плов. У меня очень своеобразное отношение к еде. И я абсолютно не люблю навязывать то, что я считаю, что вкусно другим людям. И если у человека есть целенаправленно, было бы прикольно, чтобы я попробовал кухню. Я считаю, что в Южной Корее, даже если там есть русская кухня, для того, чтобы прочувствовать русскую кухню, нужно что сделать? Нужно прийти в пятерочку, купить этих продуктов, которые там лежат уже давно, или в Дикси. Надо их привезти, показать, из каких продуктов это делается, сварить это все собственными руками или попросить кого-нибудь. Есть прекрасные рестораны, где есть в России. То есть, чтобы покушать кухню классно и прочувствовать всю, вот, хотела сказать, боль, ну, счастье, счастье, все счастье менять. Как бы, короче, я, я, я хочу сказать, что в данном тесте я, конечно, нажму на заказать еду, потому что я не готовлю. Но вы мысль мою поняли. Твоя любимая песня Иксо. Так, вот это, конечно, интересно. Какая же моя любимая песня? Ну, ладно, пусть бы Call Me Baby, окей. Когда тебе предложили встречаться, что тебе подарили? Поход в другой ресторан, типа, в дорогой, фу, простите, не в другой. Поход в дорогой ресторан, билеты в другую страну. Теперь мы встречаемся. Вали. Просто. Ничего, просто обнимашки. Ну, тебе было достаточно и этого. Вообще, зачем что-то дарить, когда придут? Страстный поцелуй здесь. Пожалуйста, пусть здесь будет страстный поцелуй и, может быть, даже секс. Ничего, просто обнимашки. Плюшевый нишк, щеночка. Господи, никогда не дарите мне щеночка. Я хочу с тобой встречаться. На щеночка тебе. И ты просто такой, господи, у нас сразу появился ребенок, сразу же. Вечер в романтической обстановке, поход на аттракционы, чтобы сразу там остаться. Букет цветов, парные украшения. Вечер романтической обстановки, потому что это приведет к тому, что я думаю. Все, что ли? Показать результат. Это Чен. Вы были в студии, ты помогала ему с сольной песней. Но тут пошло что-то не так. Он вместо нужной флешки вставил другую. Господи, куда он вставил свою флешку? Поэтому стала проигрываться другая песня. Я уже давно люблю тебя, но у меня не хватает храбрости сказать тебе об этом. И все же, мне интересно, будешь ли ты со мной встречен? Чен, красный как рак, быстро выключил аудио. Ты сначала... А, это было в аудио, да? Если вы мужчина, который не может признаться в своих чувствах, не подходите ко мне близко, пожалуйста. Меня достаточно тех людей, которые не могут нормально признаваться мне в любви. Мне хватило. Чен, красный как рак, быстро выключил аудио. Ты сначала минуту осознавал происходящее, а после громко рассмеялась и обняла Чена. Ты согласилась, но с условием, что на эти слова он напишет песню. Просто это... Что это за баба, которой нужно обязательно подарок? Он предложил мне встречаться и ничего не подарил. Даже щеночка не подарил. Где мой щеночек? Так, ну, я вам так скажу. Чен визуально, в принципе, ну, ничего такой, да? Но мне кажется, что я не в его вкусе. Сейчас вот здесь будет его фотография. Как мы? Мы смотримся вместе? М? М? А если вот так? А если вот так? Я надеюсь, вам было интересно и смешно смотреть этот видеоролик. И поставьте лайк, если вы вдруг, вдруг вы тоже проходили такой тест. Напишите, пожалуйста, кто ваш биас. А может быть, вы и без тестов знаете, кто ваш биас. Напишите свою любимую песню. И так как я буду погружаться в мир аниме и в мир кей-попа, напишите свои любимые группы и любимые песни. Я их обязательно послушаю. И, может быть, даже сниму реакцию первую на какие-то песни и на какие-то видео. Мне кажется, это будет интересно. Особенно, как я, потому что я чайник. Снежанчик-чайник. Ладно, я всем желаю хорошего дня. Спасибо, что подписались на мой канал. Спасибо, что остаетесь со мной. Уже совсем скоро будет 500 тысяч человек на моем YouTube-канале. Всем еще раз хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok